Лучшее место для свадьбы по знакам Зодиака. Свадьба – это одно из самых важных и запоминающихся событий в жизни. Каждая пара хочет, чтобы этот день был идеальным и отражал их характер, вкус и стиль. Одним из ключевых моментов при планировании свадьбы является выбор места проведения торжества. Ведь от этого зависит не только атмосфера праздника, но и его энергетика и судьба семейной жизни. Как выбрать лучшее место для свадьбы по знакам Зодиака? Давайте посмотрим, что подходит каждому знаку. Овен. Овен – это знак огня, активности и приключений. Овны любят действовать, рисковать и быть в центре внимания. Для свадьбы Овну подойдет место, где он сможет проявить свою энергию, креативность и лидерство. Например, это может быть экстремальная свадьба на вершине горы, на борту яхты или воздушного шара. Или же это может быть тематическая свадьба в стиле любимого фильма, книги или эпохи. Главное, чтобы свадьба Овна была яркой, необычной и запоминающейся. Телец. Телец – это знак земли, стабильности и комфорта. Тельцы ценят красоту, гармонию и качество. Для свадьбы Тельцу подойдет место, где он сможет насладиться природой, уютом и изысканностью. Например, это может быть свадьба в загородном доме, на лоне зелени или в цветущем саду. Или же это может быть свадьба в роскошном ресторане, где будет подаваться изысканная кухня и великолепное вино. Главное, чтобы свадьба Тельца была красивой, утонченной и достойной. Близнецы. Близнецы – это знак воздуха, общения и перемены. Близнецы любят общаться, развлекаться и меняться. Для свадьбы Близнецу подойдет место, где он сможет проявить свою коммуникабельность, юмор и разносторонность. Например, это может быть свадьба в стиле карнавала, где будет много масок, костюмов и игр. Или же это может быть свадьба-путешествие, где пара и гости будут перемещаться по разным локациям и открывать новые места. Главное, чтобы свадьба Близнецов была веселой, динамичной, оригинальной. Рак. Рак – это знак воды, эмоций и семьи. Раки любят чувствовать, заботиться и быть близкими. Для свадьбы Раку подойдет место, где он сможет проявить свою чувствительность, нежность и привязанность. Например, это может быть свадьба в домашней обстановке, где будет много семейных фотографий, воспоминаний и традиций. Или же это может быть свадьба на берегу моря или озера, где будет царить романтическая и спокойная атмосфера. Главное, чтобы свадьба Рака была теплой, уютной и душевной. Лев. Лев – это знак огня, лидерства и творчества. Львы любят быть лидерами, восхищать и наслаждаться жизнью. Для свадьбы Льву подойдет место, где он сможет проявить свою энергию, креативность и грандиозность. Например, это может быть свадьба в стиле Голливуда, где будет много блеска, гламура и звезд. Или же это может быть свадьба в экзотическом месте, где будет много ярких красок, ароматов и впечатлений. Главное, чтобы свадьба Льва была роскошной, зажигательной и незабываемой. Дева. Дева – это знак земли, анализы и совершенства. Дева любит планировать, организовывать и быть точными. Для свадьбы Деви подойдет место, где она сможет проявить свою аккуратность, внимание к деталям и изящество. Например, это может быть свадьба в классическом стиле, где будет все продумано до мелочей, от приглашений до букета невесты. Или же это может быть свадьба в минималистичном стиле, где будет царить простота, чистота и гармония. Главное, чтобы свадьба Дева была изысканной, элегантной и безупречной. Весы. Весы – это знак воздуха, гармонии и партнерства. Весы любят гармонировать, сотрудничать и быть справедливыми. Для свадьбы Весам подойдет место, где они смогут проявить свою дипломатичность, тактичность и шарм. Например, это может быть свадьба в стиле ретро, где будет много изящества, романтики и вежливости. Или же это может быть свадьба в стиле богемы, где будет много свободы, творчества и индивидуальности. Главное, чтобы свадьба Весов была изящной, утонченной и сбалансированной. Скорпион. Скорпион – это знак воды, страсти и тайны. Скорпионы любят глубоко анализировать, контролировать и быть верными. Для свадьбы Скорпиону подойдет место, где он сможет проявить свою интенсивность, магнетизм и загадочность. Например, это может быть свадьба в стиле готики, где будет много черного, красного и символики. Или же это может быть свадьба в темном замке, где будет много свечей, антиквариата и тайн. Главное, чтобы свадьба Скорпиона была страстной, мощной и неповторимой. Стрелец. Стрелец – это знак огня, приключений и философии. Стрельцы любят приключения, философию и быть спонтанными. Для свадьбы Стрельцу подойдет место, где он сможет проявить свою щедрость, оптимизм и юмор. Например, это может быть свадьба в стиле этно, где будет много национальных мотивов, костюмов и танцев. Или же это может быть свадьба в экзотической стране, где будет много путешествий, обучения и развлечений. Главное, чтобы свадьба Стрельца была веселой, позитивной и захватывающей. Козерог. Козерог – это знак земли, работы и ответственности. Козероги любят работать, достигать и быть ответственными. Для свадьбы Козерогу подойдет место, где он сможет проявить свою серьезность, амбициозность и традиционность. Например, это может быть свадьба в стиле классики, где будет все официально, солидно и по правилам. Или же это может быть свадьба в стиле роялти, где будет много роскоши, изысканности и королевского шика. Главное, чтобы свадьба Козерога была серьезной, впечатляющей и достойной. Водолей. Водолей – это знак воздуха, свободы и прогресса. Водолей любит свободу, новизну и прогресс. Для свадьбы Водолею подойдет место, где он сможет проявить свою эксцентричность, инновационность и оригинальность. Например, это может быть свадьба в стиле фантастики, где будет много необычных деталей, гаджетов и эффектов. Или же это может быть свадьба в стиле экологии, где будет много натуральных материалов, растений и заботы о планете. Главное, чтобы свадьба Водолея была необычной, современной и уникальной. Рыбы. Рыбы – это знак воды, мечты и духовности. Рыбы любят мечтать, творить и быть духовными. Для свадьбы рыбам подойдет место, где они смогут проявить свою чувственность, творчество и загадочность. Например, это может быть свадьба в стиле фэнтези, где будет много волшебства, сказки и символики. Или же это может быть свадьба в стиле бога, где будет много цветов, кружева и релаксация. Главное, чтобы свадьба рыб была романтичной, творческой и душевной. Надеемся, что этот выпуск поможет вам выбрать лучшее место для свадьбы по знакам зодиака. Помните, что главное – это ваша любовь и счастье. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.